Всем большой привет! Скажите, чем вы защищаете свою кожу в холодное время года? Я сегодня хочу показать вам те средства, которые помогают мне, потому что все-таки, когда приходит холодная погода, у нас меняются температуры, и первым делом, конечно же, страдает наша кожа. Я для себя отметила на данный момент несколько средств, которые просто на ура меня спасают, и, конечно же, спешу с вами поделиться ими. Первое средство – это термальная вода, и у меня термальная вода от Урьяш. Я хочу сказать, что все-таки большое заблуждение очень многих людей в том, что термальная вода нужна нам только в летнее время. На самом деле термальная вода несет в себе не только увлажняющие функции, но и заживляющие. Именно эта водичка применяется просто в миллионах случаях, например, при ожогах, при солнечных ожогах. После бритья можно наносить на раздраженную кожу, она успокаивает. Если вы обожглись, точно так же можно использовать термальную водичку. Я использую ее вместо тоника на данный момент. И в течение дня я освежаю свое лицо, потому что, когда работают у нас батареи, то чувствуется такой недостаток влаги, и кожа сохнет еще больше, чем летом. Также водичку эту я использую, когда закрепляю свой макияж. И, в общем-то, она всегда у меня стоит на столике рядом со мной в любое время года. Я тоже вам настоятельно рекомендую использовать термальную воду, и тогда я уверена, что не будет у вас проблемы с пересушенной кожей. Еще одно средство, которое спасает меня на протяжении многого времени, это марокканское органовое масло. И сейчас я его использую для того, чтобы отрастить свои брови. Да, у меня сейчас появилась идея фикс. Я хочу сделать свои брови более густыми. И, естественно, хочется укрепить их, потому что брови имеют свойство точно так же выпадать, как и волосы, обновляться. И мне хочется немножко их как-то подпитать. Поэтому на ночь я наношу органовое масло на всю поверхность брови. И, в общем-то, сразу идет уход за кожей, которая там под бровками. И у меня, кстати, там кожа очень часто воспаляется. Вот масло помогает сейчас бороться с этими воспалениями. И, кстати, это масло еще на ночь я сейчас использую вместо крема под глаза. То есть наношу просто вот такими движениями питательными на утро. Просто кожа вау-вау-вау распрямленная, напитанная. Очень мне нравится. Так что органовое масло это тоже мой must-have. И в холодное время оно просто необходимо для того, чтобы спасаться. И еще одно масло. Так получается, что вот когда наступает холода, я достаю все свои запасы. И масла-масла-масла, которые летом довольно тяжеловаты, то вот в холодное время это самое оно. Я использую еще для кожи лица масло от Lumenem. Также наношу его на все лицо и очень хорошо оно питает. Отличное средство. Раньше использовала еще с витамином С, но вот сейчас заменила его на такой вариант. Тоже мне очень нравится. Восстанавливает. И о нем я, кстати, в блоге у себя писала. Можете подробно почитать, посмотреть фотографии. Очень хорошее масло. Тоже для зимы супер-супер средство. По уходу за губами для себя я выбрала масло для губ от Nivea. И так как я обожаю сладкие запахи, то у меня в любимцах крем-карамель. Это просто невероятно вкусный запах, который хочется съесть. Пахнет просто конфетками, карамельками. Сейчас холодное время года. И, естественно, наши губы также нуждаются в увлажнении, в питании. И нельзя упускать и этот момент. Поэтому масло обязательно на моем столике тоже присутствует. Если я нахожусь дома, то масло я наношу пальчиком, распределяю его по губкам. Мне так, в принципе, удобнее. И чувствую, как оно правильно ложится. Но если я на улице, то, конечно же, пальцем я не лезу в баночку. И просто наношу его, вот, прямо распределяем по губам из коробочки. Очень удобно. И, в общем-то, так не попадают бактерии в масло, что, конечно же, немаловажно. В состав масла у нас входит масло миндаля и масло ши. И, конечно же, за увлажнение губ и за питание можно не переживать. Масло наношу я и на ночь, и на утро я вижу хороший результат. Губы увлажненные и восстановленные. И еще, что мне очень нравится, что это масло стоит небольших денег, поэтому оно доступно для всех. Еще мой неоспоримый фаворит на холодное время – это колд-крем. Я не знаю, почему раньше я его себе не покупала. Это просто для меня такая находка, хотя оно существует на рынке уже давно. Но для себя я открыла этот крем только в этом сезоне. И могу сказать, что на улицу я не выхожу без колд-крема. Наношу я его на руки, и он дает такую защитную пленочку, и никакой сухости и раздражения на руках нет. Здесь в составе у нас белый пчелиный воск, который как раз и защищает ручки. В течение дня, даже если я помыла руки, я чувствую, что руки увлажненные, они не сухие и они защищены. В общем, это очень классное средство. Я еще пока его не использовала для лица, но думаю, что если, например, выходить на улицу без макияжа, то также можно его использовать. Мне нравится, что он очень быстро впитывается и не оставляет жирной пленки. Руки вообще просто в отличном состоянии, несмотря на то, что уже очень холодно на улице. Также этот крем можно использовать для защиты счетчик и ручек деток. То есть он подходит и детям, и взрослым. В общем, это супер-супер средство, которое я очень полюбила и рекомендую вам приобрести, если у вас ручки очень сильно страдают в холодное время года. И, конечно же, нельзя ставить без внимания наши волосы. Когда мы одеваем уже верхнюю одежду, не всегда это натуральная ткань. И вот когда соприкосновение с синтетикой, то что у нас получается? У нас получаются одуванчики на голове, волосы начинают электризоваться жутко. Электризуются они элементарно просто от того, что им не хватает увлажнения, то есть от сухости. Нужно что? Нужно как можно лучше, еще больше питать и увлажнять волосы, ну и защищать, да? Я не изменяю своему маслу. Это MIFIC OIL от L'Oreal Professionnel. Я использовала его летом и мои волосы очень его полюбили, никакого привыкания нет, волосы не секутся и не ломаются. И они не выглядят сухими, то есть я очень довольна результатом, поэтому, естественно, я ничего не меняю, не перехожу ни на какие другие масла. Пока я не наблюдаю никакой такой трансформации, то есть волосы не электризуются и не чувствуют какой-то такой сухости. Поэтому продолжаю пользоваться этим маслом и оно, естественно, переплывает в мои фавориты и в холодное время года. Так что вот такие вот средства мне действительно очень помогают и я не чувствую никакого перехода, знаете, на холодный режим. Хотела с вами ими поделиться и интересно узнать, чем пользуетесь вы, что спасает вас и, в общем-то, возможно, для себя я тоже открою какие-то еще интересные продукты. Спасибо вам огромное за внимание, мы с вами увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!